Всем привет! Вы на канале Домоводство в удовольствии и с вами снова я Елена. Сегодня я хочу сделать обзор о том, как чувствуют мои цикламены. Спустя почти полтора месяца купила я их 2 декабря 2023 года для эксперимента. Посмотреть, можно ли выращивать цикламены дома как горшичную культуру. Итак, было куплено 5 горшков. Все они были на момент покупки, выглядели большими пышными кустами, полностью цвели. Плюс у них был очень большой запас нераскрывшихся бутонов. Стоят они у меня все в одинаковых условиях. Это комната, в которой температура воздуха плюс 18, западное окно. Поливаю я их, первое время я поливала их вот так сбоку по краю горшка. Потом перешла на полив снизу, то есть ставила в емкость с водой, ждала, когда растение напитается. И вот оставляла так на неделю. Первые результаты. Спустя один месяц я приехала домой. Спустя три дня, как я уезжала в гости, приехала и один из моих цикламенов полностью лег. То есть у него пожелтели листья, упали цветы. Я его полностью убрала. Вот остался такой вот, такая луковичка. Я ее оставила в земле и теперь только стрижу за тем, чтобы грунт не пересыхал. Надеюсь, что луковица живая. Потому что я уже сначала подумала, а вдруг я попала водой на луковицу и она сгнила. Нет, луковичка сама по себе такая плотненькая, хорошенькая. Сегодня 12 января 2024 года. И вот еще один из моих цикламенов. Уже, наверное, в течение недели я у него убираю листья, которые вот так падают. Выглядят вялыми, совсем не способными. То есть не раскрывшиеся цветоносы тоже слабенькие. Ну, в общем, такое впечатление, что этот цветок тоже готовится уйти на спячку. Следующий мой цветочек тоже начал постепенно сбрасывать листья. Вот у него еще лист тугой, еще есть цветок. Но каждый день, когда я его осматриваю, у него вот появляется, особенно вот с этой стороны, появляются сухие листья. Они не сухие, они желтеют и падают, так же, как и цветоносы. И мне их приходится убирать. Грунт, ну, влажный, но в то же время он не перелитый. То есть я контролирую полив. Вот это сама луковичка вот здесь. Такая она небольшая. Как видите, у него есть не раскрывшиеся еще бутоны. Есть еще цветущие, значит, открытые цветки. Сам листик турграх очень хороший. Вот у тех листиков, которые стоят. В общем, сам цветок, само растение выглядит здоровым. Но вот уже видно, что оно повторяет практически путь вот этого цветочка, который практически сбросил уже все листья. Это был третий экземпляр, который я предполагаю, что вот за эту и следующую неделю уйдет на покой. У меня есть вот такой куст. И вот два куста, я скажу так. Вот два куста, которые выглядят прекрасно. То есть листья зеленые, масса зеленая, прекрасная. А он еще цветет. Вот что там у него внутри. У него есть еще... Сейчас раздемлю листья, посмотрите. У него есть нераскрытые цветоносы, есть молодые листья. Как я говорю, очень зеленый такой пышный. Очень зеленый пышный куст. Выглядит прекрасно. Второй куст немножко стал выглядеть... Я не скажу, что он стал намного хуже выглядеть, но он стал... Листья стали как бы немножко реже. Хотя цветет он еще прекрасно. Листики подняты вверх. Вот внутри, что у нас внутри происходит. Там есть немножко цветоносов нераскрытых. И есть молодые... Вот если отсюда посмотреть, вот есть молодая зелень. Но я периодически убираю у него подвядшие такие листики. Но еще он выглядит хорошо. Я почитала в интернете. Значит, написано, что цикламены в комнатных условиях могут цвести до 4 месяцев. Ну, предположим, что я купила 2 декабря, и пусть они уже месяц цвели в теплице и в магазине. Вот я купила 2 декабря, предположим, что они начали цвести 4 ноября. Значит, декабрь, январь, февраль, март... В принципе, как бы теоретически они могли бы цвести до марта месяца. Я не знаю, если хотя бы один из моих цикламенов дойдет до этого времени, до этой даты. Но вот, как я говорю, вот этот уже 2 недели, как у меня, спит, скажем так. Этот активно готовится уйти в спячку. Этот показал признаки того, что он собирается сбросить все листья. И вот этот, я бы тоже сказала, что он стал такой более редкий, если заглянуть внутрь куста, он стал более такой просвечиваемый куст. И вот этот кустик выглядит пока еще очень плотно, такой набитый. Возможно, именно он и доживет до марта. Я, конечно, постараюсь сохранить все эти луковицы. Дальше продолжаю эксперимент посмотреть, если они мне дадут новую листву. И что это будет в будущем, или это будет одноразовое такое мероприятие. Будем наблюдать. Пишите, делитесь своим опытом выращивания цикламена в комнатных условиях. Мне очень понравился яркий цветок. А вот про этот цветок я еще хотела сказать, что этот цветочек я убрала на северо-восточное окно. И мне показалось, ему там больше понравилось. Хотя вот этот выглядит, стоит на восточном окне и выглядит прекрасно. Ну, в общем, эксперимент продолжается. 12 января у нас сегодня. Буду держать вас в курсе. И посмотрим, что с этим экспериментом получится в течение следующих месяцев. Пока!